все идущие от традиции наследует силу традиции это понятно но она неизбежно очень ограниченной лично мне это дает ощущение чет съежившихся из сокшего откуда вытянут все соки что эти звуки спонтанно соответствует состоянии вашей душе у нас сказать что приверженность традиции приверженность традиции какой бы то ни было традиции в духовном плане сейчас мы говорим о традициях до вещи обоюдоострое из традиции возможно хороша возможно хороша для размеренного уклада повседневной жизни повседневная жизнь обычные материальные размеренный уклад пусть будет традиции но что касается духовного творчества то здесь традиционные воззрения могут сыграть с вами злую шутку злую шутку духовная традиция проистекает из глубокой древности из времени когда духовные поиски в человечестве еще не были завершены окончательно это был поисковый период и традиция тогда складывалась в поисковый период когда поиски были не было окончательного решения проблемы духовной практической реализации понимаете да а потому приверженность традиции существенно сужает творческий потенциал духовно одаренного человека существенно сужает следует традиции он вынужден слегка слепо копировать тот или иной стереотип ну религиозного поведения духовного поведения что безусловно существенно ограничены возможность реализации его духовного таланта это копирование все традиционные восточные практики методы духовной работы для нас то есть для большинства жителей россии неприемлемы ибо психогенетика нашей души принципиальной на и принципиальной на и традиционно принципиально иная чем у восточных людей то есть мы делаем не свойственное нам дело плане духовной реализации еще и с этим наш духовный поиск должен быть максимально сконцентрирован на обретение царства божьего и жизни вечной дот на той программе максимум которую возвестил спаситель и когда вы ну пытаетесь пытаетесь что-то реализовать используя восточные практики методы то вы со временем просто упираетесь в стену и начинаете слепо копировать и повторять долго-долго методические практики и ухищрения которые по вашему мнению вас куда-то ведут но они лишь создают иллюзию духовные реализации изменений то нету но ты все это не наше это чужое до времени это может действовать создавать иллюзии движения энергетики там что-то движется на частичные реализации а мышь по максимуму должны все делать да только максимума чёшь там в этими трохами удовольствоваться только вперед а тут методически ты посаживаешься на метод и все прошли на востоке только метод играет роль все метод только метод 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 нет и нет работы духовно там так считается а по-другому не никак подсаживаешься на метод упираешься в стену но и пытаюсь от стену сломать или не пытаешься ли топчешь на месте но метод 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 больше ничего не остается не случайно кришномодки назвал одной из своих бесед или книг до книг традиции революции где он призывает искренних искателей истины отказаться от традиционных воззрений которые ограничивают свободу духовного почерка поиска который ограничивает свободу духовного поиска и вашу творческую свободу ограничивать духовную свободу то есть он призывал нас стать революционерами духа и он абсолютно прав и сегодня путь сознательной духовной эволюции который выбрал в себя все лучшее здесь действенное и действительно необходимо из прошлого из традиционного духовного опыта позволяет всем искренним искателям истины спал наде реализовать свой духовный потенциал что касается священных звуков которые инициируют нисходящий энергетический ток которых мать говорит ома ум еще есть кое-какие звуки да то они безусловно сохраняют свои актовальности поныне могут быть использованы в качестве вспомогательного средства на начальных этапах работ на пути сознательной эволюции особенно у тех кто практиковал восходящую медитацию чтобы приземлить или заземлить телесное сознание воссоединить его с пространственными вибрациями вот это нисходящая мантра помогает инициировать нисходящий поток я этим людям рекомендовал они повторяли мантры и ничего у некоторых получалось годами занимаюсь восходящей медитации но потом поток в теле заземляли там манта использовали как вспомогательные средства не только кончик носа не только концентрации на уровне сердца но и мантру дополнить в этих случаях она помогает вам если вы начинаете правильная работа на этом пути на совершенно не требуется нам не нужно сат прям по поводу джапы когда я приступаю в джапе меня начинают осаждать проблема материального характера возвращается всякие материальные мелочи случившиеся за день совершенно неважно и похоже джапа воздействует на маленькую часть физического ума мать да она хочет действовать там именно поэтому ее действие подавляет ее назначение привести физическому состоянии оцепенения но есть люди которых нельзя вот так подавить это хорошо для человека среднего среднего человек это может помочь но на тех кто интеллектуально развит это не подействует и вновь сат прям поднимает вопрос о джапе призванный подавить активность физического ума эта практика ему явно не подходит его физического бунтует и поднимает на поверхность как он говорит всякие материальные мелочи что наиболее эффективной практикой нейтрализации не подавление нейтрализации активности физического ума служит спокойный и остраненный взгляд взгляд стороннего наблюдателя на его бесконечную трескотню просто смотрите не обращайте никакого внимания не вступаете в полемику не поддерживайте энергии внимания его беспокойную возьму со временем активность его существенно снижается и практически сводится на нет важно не паниковать и не торопить события а джапа считает мать подходит людям с недостаточно зрелым сознанием со средним сознанием а интеллектуалом подобная практика ну противопоказано есть наиболее материальное самого что ни на есть физического сознания что принимает участие в бесчисленных крохотных повседневных движениях которые конечно очень тяжело носить выносить в обычной жизни все это вполне терпимо это переносится поскольку вы находите мне интересы временами она вам даже доставляет удовольствие вся та поверхностной жизни который вам показывает красивую вещь вам это нравится вату хороший привкус и вам это нравится в общем все эти маленькие удовольствия они такие пустые но помогают людям выносить существование те кто не имеет внутреннего сознания контакта с тем что находится позади всего этого без таких маленьких радостей не смогли бы жить ну каких маленьких радостей вообще чем идет речь есть идет о физическом уме в поле влияние которого мы живем ну мы я просто подавляющее большинство современного человечества именно на поверхности физического ума очень остро ощущается в витальный вкус смертной материальной жизни с ее цветовыми чувственным прочими предпочтению вам это вкусно вам это нравится вам это интересно вот эта мелочевочка да это поверхностно это как раз есть тупое занятие этого физического ума который вас отвлекает от главного в мелочах так копаетесь вот там что-то готовить там какой-то пищи вот там все это складывайте листочки лепесточки понимаете вот там как лучок положить как вот эту веточку петрушечки понятно вот это вот мелочевочка физическая то есть это вас отвлекает от реальности от очень хорошо вам приятно я знаю много таких людей книг но таких советовать как там лучше обустроить там комнату или обеденный стол там как позавтракать эффективнее можно что там добавить или приводить понимаете вот это вот мелочевочка просто хуже когда физическую вас начинают долбить всякими опасениями лучше когда он вот эта мелочевочка вам преподносит вам вкусно вам интересно вот этом же маленьком мерке копать я знаю людей которые на всю жизнь вот там как-то готовит там все это поменьше не все время все как-то разложено все чистенько все замечательно вот так вот они в этом мерке живут он их вполне устраивает какой там духовное там духовно мне пахнет духовно это все разбросано раскидано и ты сохраняешь спокойствие а вот и беспокойство по любому поводу это у тебя там все это не на месте ровности нету не в этих я тоже . обладал таким свойством все было на местах потом когда встал на пути у меня все так это все и я внимание не обращал меня все на своих местах я знаю ничего лежит закрытыми глазами вот в этом хаосе а так я был таким щепетильным от не дай бог там пылинку увидел вот на четвереньки все об одном поняла и нафиг все буду себя гнобить вот вот и мелочевки а наш потом угробит тебя понятно вот тут видите есть какие такие тонкие моменты поэтому лучше жить одному до когда никого нету как вот есть так и есть а когда кто-то там это чё у тебя там не убрана там не так да не это мой мир и пусть все так будет не трогать не заходите просто сюда возникает естественно целая куча мелкий вопрос проблем материального существования так что вполне понятно почему теме у кого нет больше желаний кто след на не находят ни в чем удовольствие владеет только одна мысль а к чему это все и действительно если бы у нас не было понимание что все это надо вынести потому что это ведет чему-то еще совершенно иному по природе и выражение то все было бы так пресно так примитивно так мелочно что стало бы совершенно невыносимым этим конечно объясняется стремление к нирване и бегство от мира так вот для трансформации физического ума физического ума и телесного сознания требуется длительное время кому-то многие годы не кому-то многие месяца кому-то года потому столкнувшись с уборным сопротивлением пораженческих настроений в активном уме истинный искатель искренний искатель истин должен не отчаиваться он должен проявить терпение предоставив всемогущественной божественной силе преодолеть этот последний бастион смертной жизни она с этим справляется замечательно вы только не мешайте ей работать и чем выше вы поднимаетесь направлении божественного да тем глубже ваше погружение в глубина пораженческого сознания тем высшего качества вибрации используется для высветления этих глубин подсознание то есть качество вибрации чем выше вы поднимаете качество выше вибрации глубже в более глубокое бурение вот тех пластов на которых вот это пораженческая смертная жизнь нашла себе приют понимаете да вот на контрасте высшее сознание тут же вот это пораженческая структура она дает о себе знать а вы высоко ваше сознание высоко но она работает в глубине она будет там вот эти вот самые пласты где скопилось это эволюционная наша пораженческая структура понимаете и в конце концов победу одерживаете если вы спокойно внимательно без суеты без волнений представляете божественной силе навести там порядок в активном мему появляться но самого разного пара и самого разного толка пораженческие мыслишки но они не должны вас беспокоить это не ваша это вот там то поднимается что у вас было изначально то есть это то что в сознании 1 одноклеточного существа было поскольку мы сейчас имеем психологию амебы до амеба чем занимается кушает размножается и отбивается от врагов вот сегодня человеческая психология это покушать размножиться и вращать на весь остальной мир чтобы обезопасить себя да так или не так вот она психология меда на самом дне нашего подсознания она есть она существует психология одноклеточного живого существа ну естественно с развитием интеллекта есть вариации но основные три направления эти размножение питания и агрессия да вы полезете на этот мир рекламирует питание рекламирует размножение и показывают все агрессивные ташкать явление в этом мире исполна в любых направлениях любых сферах деятельности кругом агрессия кругом ненависть я четко чувствую проблему идет только в том случае если высшее сознание действительно владеет клетками и заставит их жить действовать и двигаться так чтобы у них появилось чувство что ими завладела божественное всемогущество тогда все кончится тогда поднимется мольба когда же это случится стремится интенсивно но и без нетерпения и действительно как только сопротивление физического ума будет окончательно сломлены и клеточное сознание будет трансформировано в русле божественной реализации дальнейшая созидательная работа по обретению жизни вечной будет проходить в относительно спокойном темпе настолько спокойным что временам будет казаться со своим вовсе ничего не происходит пораженческая структура исчезла ничего вам не мешает ничто не фонит не вызывает беспокойств у вас какой-то благодатное спокойное состояние идет как раз работа это новое сознание сознание новой жизни укореняется носитель жизни вечно начинает проявляться и вам кажется ничего особенно то не происходит все процесс как-то естественным образом само собой как бы походя реализуется вот и все и действительно это так когда можешь оставаться в молчании и покое все хорошо но когда ты должен принимать решение слушать письма отвечает когда это становится слишком много за раз и вдобавок люди которые со всем этим те приходят привносят еще свои собственные беспорядки временами эти уже временами это уже многовато вот мать жалуются от прямо жалуются от прямо что она вынуждена много общаться с людьми выполнять их просьбы отвечать на письма это ее крайне утомляет и сама все присутствие людей заставляет мать заставляет ее индивидуальное сознание пока еще не укрепившиеся в новом вибрационном теле опускаться на уровне сознания людей с которыми она беседует с которыми она говорит и соответственно она поддается влиянию деструктивных вибраций который людей приносит собой неизбежно вот вибрации беспорядка и так почти каждый день и выдерживать все это для 85-летней женщины безусловно очень трудно очень трудно и только при отсутствии контактов с людьми только при отсутствии контакт с людьми пребывая в молчании мать вновь погружается погружается благодатный покой полностью передаваясь влиянию божественной благодати большей частью это происходит естественно в вечернее ночное время другого времени и на эту ну полностью сконцентрирован концентрированную работу направлению духовной реализации уже на планетарном уровне просто нет а по своей природе говорит мать это настолько тонко что окружающие этого не понимает им кажется что вы устраиваете много шума из ничего своем не сознание не такие вещи вообще не чувствуют совсем чтобы они заметили беспорядок нужно чтобы были крики споры почти драки так вот люди настолько о чем где ты что был понят люди настолько привыкли к внешнему и внутреннему беспорядку внешнему нот на беспорядку что зачастую для того чтобы они это заметили нужно действительно резко повысить голос естественно несет дядь и тогда они находясь недоуменной паузе а чтобы это значило еще могут критически на себя посмотрите в чем-то осознать если это удаст своей глупости неправоту а сами между собой люди не замечают творимыми глупостями и замечают их только тогда когда сгорают шумные споры там за именно упреки до драк доходящий тогда никак понимают а что вообще в течение всей жизни они беспорядки думают беспорядки так сказать мысли ты беспорядки живут они этого не замечаете вот мать видит этот беспорядок не только шумный не только вот тот внешне на на виде внутренней беспорядок и очень тяжело люди приходят спутанным сознание четкие говорят она их не понимает наполовину не слышит чем не говорят то что они говорят на языке своего эго мать вот я еще не сложно вот есть люди заявляющие что они творят моим именем или моей силой чудеса воскрешает мертвых в общем чудесное деяние совершает по мне так от этого всего за милю пахнет эго а раз эго значит на этом наживаются витальные сущности а я этого не люблю ну крайне эгоистичные люди замнившие себя всемогущими последователями матери заявляют и своих чудесных деяниях что они не искать исцеляют кого-то от болезней даже метров как она будет воскрешает и она справедливо отмечает что эти люди являются пленниками оккультных сил которые используют этих амбициозных марионеток своих непотребных целях и вот когда-то считалось когда-то в древности считалось что все чудесные явления исходит исключительно от бога ну самые разные чудеса все что там происходило необычного и объяснением не поддавал считал с чудом что это обязательно от бог вот она к сегодня очевидно что противник господа в лице своих весьма далеких от него от бога представители способен в ряде случаев мастерски исполнять и весьма и эту весьма кого 1 роль то есть творить некие чудеса оккультные . сущности способны это делать из письма брата сад према врача по профессии что еще в такой профессии выматывает в профессии врача так это ложь когда нужно день за днем до самой смерти сопровождать существу который боится умирать и приходит чтобы из твоих рук и спить гладко отполированную ложь врачи утверждают что в этом величие профессии я так не считаю ну профессия лечащего врача безусловно требует индивидуального подхода к каждому больному именно индивидуально должен видеться индивид не болезнь не зоологическая единица у какого-то человека человека ну который имеет ну ту или иную болезнь условно говоря мы сейчас понимаем что болезни как травы не существует они в общем то есть результат нашего нерадения в духовной эволюции но тем не менее есть факта физическое тело страдает она болеет вот болезнь есть но надо видеть индивида который болеет они болезнь вот у человека у абстрактного ясно и поэтому соответственно ложь во спасении вовсе не обязательно для всех весь каждым человеком нужно говорить согласуясь с уровнем его сознания с уровнем его просвещенности то есть и по вибрациям должен ну в идеальном случае ощущать как с конкретным человеком говорит и в одном известном медицинском анекдоте да в одном известном медицинском анекдоте стонущий с мольбой в глазах больной спрашивает врача сидящего его постели доктор доктора я умру на что врачу удивительно отвечает непременно он же не обманул не сказал когда правда на понимаете да непременно понятен вопрос этот вопрос об бессмертии непременно помрет тело никуда но не денется человеку при рождении или от рождения выносим смертный приговор со срочкой исполнения на неопределенное время на неопределенное время а срочка вынесен смертный приговор и отменить его может только господь бог и и что для этого надо сделать куда подать апелляцию сегодня хорошо известно только туда апеллировать к врачам бесполезно приговор состоится ясно да а что касается медицины то врач персию должен знать и помнить что все земное человечество страдает одной единственной болезнью хронической эволюционной недостаточность от которой проистекает все остальное так что называется в медицинской науке болезни и год величие профессии врача должно состоять в том чтобы он зная истинное положение дел в области патологии был способен донести для для до человека который вверил себя в его руки правду о главной причине его недуга надо сказать им другое дело как он к этому отнесется на правду надо донести почему он в общем-то страдает и болеет откуда все проистекает вот и врач соответственно должен доподлинно познать что это правда то в общем то если он сам это на себе проверить что вот наше нерадение до духовной реализации к духовной эволюции есть главная причина или первая причина всех наших патологических . явлений и тогда он должен сказать исходя из собственного опыта да я вот знаю я не из книжки это вычитал она так на самом деле другое дело как так называемый больной к этому отнесется да вот дорогостоящие врачи сегодня шутят возможности современная медицина не ограничены ограничено возможности пациентов финансовые понятно а так пожалуйста чего угодно пересовет а поэтому пользуйтесь бесплатным и абсолютно безвредным средством лечения профилактики заболеваний нисходящей эволюционной энергии она везде она всюду напряженностью присутствует каждая точка пространства над макушкой вашей головы поэтому как можно раньше это средство откройте это не только средства лечения и средства профилактики в первую очередь разного рода неприятностей связанных с нашим нерадением к исполнению своего главного долга жизни на это хватит а на сегодня